В 87-м году пришел сюда, в Грибановский район, и с удовольствием начал знакомиться с ребятами, с жителями, с руководством, с спортсменами. Где мы познакомились, они очень много уже достигли за этот период времени. За этот период времени у нас было в спорте очень много своих побед, своих поражений. Но это мы всегда воспринимали с большой любовью, дружбой, обсуждали с ребятами, как будем выступать дальше. Я скажу, что Грибановский район очень славится всегда спортивными достижениями, и даже на уровне с городами нас всегда уважали. Я могу сказать только одно, что в период с 87-го года по 97-й год ни одни финальные соревнования на первенство области на приз Герой Советского Союза Просинова не проходил без Грибановской команды. У нас есть свои достижения. В 87-м году мы стали чемпионами Просинова. В 91-м году мы заняли третье место. Нам не позволило то, что мы попали в дорожное транспортное происшествие, двигаясь на финальное соревнование, но мы достойно выступили. После этого мы еще себя попробовали, как и выйти на призы Комсомольской правды в честь марки, где мы ездили по городам СССР и выступали. Мы заняли третье место в этом турнире по мини-футболу, и нас пригласили поучаствовать. Тогда образовался в Советском Союзе футзал, то бишь мини-футбол в школу, он назывался сначала футзал, футбол в зале. И мы попробовали себя в качестве игроков команды в первой лиге, где мы с удовольствием выступили, заняли почетное второе место и вышли уже в высшую лигу. С 93-го года, где мы участвовали и замечательно участвовали. У нас команда была очень хорошая. До этого еще у нас были свои результаты и на сельских играх Воронежской области, где мы заняли по мини-футболу уже более молодая команда. Значит, наши воспитанники, скажем так, из детспортивной школы, из школ нашего района заняли два раза, становились бронзовыми призерами сельских игр. Это было в Лисках и в Россоши. В 2007 году, возвращаясь из сельских игр города Ромони, областных, я посмотрел, что на наших площадках детских играют дети. И у меня пришла маленькая идея, чтобы выступить с таким почином, что как-то тяжело шло в футбол. Тем более после, скажем так, смеясь, лихих 90-х, когда спорт нам не нужен был, никому практически нужен. Мы старались как-то его развивать, поддерживать. В стране были тогда тяжелые условия. Это зависело не от нашего района. Была такая ситуация в стране. Мы решили объявляться с ветеранами спорта, акцию. Ветераны спорта за здоровую область жизни в 2007 году. Спасибо всем ребятам, которые играли и в 60-х, и в 50-х, и в 70-х, и в 80-х. Все откликнулись на это предложение. И мы стали играть с ребятами, которые моложе нас, моложе нас очень сильно, по всем поселениям Грибановского муниципального района. Мы сыграли 17 игр, у нас 17 поселений Грибановского района, из которых мы одержали 14 побед ветеранов спорта. И три всего игры мы проиграли. Когда мы разбирали этот, ребята были наши ветераны спорта довольны. Я сказал, ребята, посмотрите, это неправильно. Потому что должны вообще-то мы три раза все выиграть, а четырнадцать раз молодежи должны выиграть. Но эта акция была, дала толчок тому, что начал развиваться детский футбол. Ребята стали сразу заинтересованы, и в каждом практически сельском поселении создавались детские команды, которые идут и сейчас, работают, занимаются спортом. У нас это достижение. Потом, появившись в 95-м году детская спортивная школа, дала уже свои результаты. Когда в 2008 году, период с 2008 по 2010 год, наши воспитанники детской спортивной школы выиграли все возможные соревнования по мини-футболу, по футболу Воронежской области, неоднократным чемпионом Воронежской области по мини-футболу. Среди ребят в 1993-1994 году рождения, обладатели суперкубка, кубка. В турнире «Двор без наркотиков» участники всероссийских соревнований, где заняли четвертое место, где они соревновались вместе с командами «Спартак Москва», «Ротором Волгоград», «Факел Воронеж», «Арсенал Тула». С этими командами ребята наши достойно выиграли и, скажем так, прославили Грибановский район. Также они еще в большом футболе заняли третье место в финальных соревнованиях в спартакиаде школьников Воронежской области. Поэтому достижений у нас в период с начала 80-х годов по 2000-й год очень много. Больше по 2010-й год. В 2015 году я ушел на пенсию, но и за этот период времени, в 2000-х годах, в 2015 у нас есть свои достижения, свои результаты, в которых принимают как участие как и взрослые, так и южные команды, как и детские команды. Поэтому мы сейчас и продолжаем на этом работать. Всегда встречаемся, всегда проводим все мероприятия спортивные и среди ветеранов, и среди детей, и среди юношей, и среди взрослого населения. Участвуем в областных соревнованиях, участвуем в всероссийских соревнованиях. У нас, конечно, есть результаты. И хочу сказать всем ветеранам спасибо большое, которые всегда, всегда, всегда принимают участие в данных мероприятиях. Еще никто не отказался, хоть и не может даже участвовать как игрок на поле, но он всегда присутствует на данных мероприятиях. И всегда болеет за футбол, болеет за спорт, болеет за развитие нашего спорта в Грибанском муниципальном районе. Мне очень было приятно поиграть с такими ребятами, как Сергей Желяев, Виталий Иловацкий, Виктор Жирухин, Сергей Тарасов, Михаил Рощупкин, Виктор Бахолдин, Владимир Безлепкин, Александр Кочкин. Этих ребят, конечно, очень не хватит. Сергей Кунев, очень так немножко. Сейчас жалко, что некоторые уже ушли из жизни, но всегда память о них есть. Наши воспитанники также поиграли. Такие уже больше после нас играли, такие как Андрей Панов. Очень интересный был игрок у нас поиграли. Евгений, воспитанники Каверин, тоже такие очень, значит, Владимир Морозов, значит, Александр Морозов. Были хорошие игроки. И поэтому всегда хочется их помнить, помнить. Жалко, что не хватит, конечно, очень времени, чтобы всех перечислить. Эти игроки всех действительно во все времена, они давали частичку тепла, души для развития футбола, для поддержки футбола. И, конечно, они оставили свой хороший, добрый след. Потому что они всегда помнят, они всегда говорят, они всегда вспоминают. И пусть всегда будет так, что кто-то приходил и делал добрые дела в спорте. И они их всегда помнят. Продолжение следует...